Что вы знаете про ГАПО? Если ничего, смотрите. Если знаете, слушайте. Поехали! Друзья, всем привет! Сегодня я буду рассказывать про смеситель ГАПО. А смеситель скрытого монтажа с тропическим душем, с лейкой и с носиком для забора воды. Вот так. Погнали дальше. Итак, сегодня у нас на повестке дня смеситель ГАПО серии люкс. Вот такой вот у нас, вот в такой вот он идет упаковки. Лейка тропического душа сантиметров 30 на 30. Далее, сам смеситель скрытого монтажа, который находится будет у нас за стенкой. Мы его и не увидим. Позже я покажу, как он будет подключаться. Далее, кронштейн. Это у нас кронштейн для лейки. И сразу же и питатель для лейки. Ну, то есть, два в одном. Далее, далее вот такой вот интересного плана вида носик для забора воды. Вот такой вот он интересной формы. Мы его тоже будем монтировать, поэтому отдельно о нем буду рассказывать и показывать позже. Далее, далее у нас здесь декоративная накладка, которая придаст дополнительный эффект нашему смесителю после монтажа. Естественно, душевой шланг для лейки. Длина шланга, наверное, полтора метра. Стандарт. Лейка. Тоже выполнена в таком квадратном стиле, хромированная. И с такими же вот напоминающими тропический душ маленькими соплами. Так, ну, здесь у нас, что у нас? Здесь у нас вот такая вот декоративная накладка для монтажа, скорее всего, кронштейна для держателя душа. Здесь вот еще какая-то хромированная штучка. Ну и там сама трубка, бульбулятор для тропического душа, которая должна устанавливаться на стену для того, чтобы держать тропический душ немножко подальше от стены. Но мы эту трубочку ставить не будем, так как тропический душ у нас будет выходить прямо с потолка, поэтому данный вид конструкции нам, к сожалению, будет не нужен. Ну, а все остальное, в принципе, применимо в работе, так что все остальное я буду использовать, монтировать, устанавливать. Как это все будет выглядеть, естественно, я вам покажу по ходу видео. Так что смотрите, лайкайте, комментируйте. Ну, а я продолжаю работать. Поехали дальше. Так, этот смеситель должен находиться в районе душевого поддона, где-то вот здесь вот на этой стене. На проекте, на иллюстрации нам видно, что смеситель находится здесь. Но здесь, к сожалению, смеситель у нас вот такой вот наружной трубочкой, то есть наружного монтажа. Естественно, он нам не подходит, так как мы решили заменить его на скрытый монтаж внутренний, поэтому все, что нарисовано на картинке, будет выглядеть немножко иначе, без лишних соединений. Все будет у нас скрыто. Вот здесь вот в этом месте будут находиться смесители. И сейчас я, в общем, займусь его монтажом на эту стену. Здесь у нас будет трап фирмы «Алкопласт». О нем и о том, как я буду изготавливать наш душевой поддон, будет отдельное видео. Так что смотрите тоже. Спаял, короче, смеситель, подводку к нему из полипропиленовых труб. Сейчас вот эту заготовку, вот этого кракена нам нужно уместить, установить в то место душевой кабине, где он у нас будет находиться. Этот выход у нас на гусак, на тот вот типа фонтанчика. Это у нас подающие два трубопровода, холодная и горячая вода. С этой стороны у нас пойдет на тропический душ, с этой стороны пойдет на лейку. Вот такая вот, в общем, система, которую я собрал. Ну, при этом еще все надо учитывать, продумывать, каждый сантиметр, каждый миллиметр нужно замерять, для того, чтобы в дальнейшем все у нас благополучно сошлось, срослось и работало. Поэтому идем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, такая ситуация, нужно высверлить отверстие под носик нашего смесителя, он такой прямоугольной формы, но тут есть один нюанс. Мы высверлим просто отверстие под трубу, которая будет вкручиваться в наш ушастик для гипсокартона, который сейчас у меня там находится. Мы можем попасть в просак. Почему? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конфигурация данного смесителя имеет такую конструкцию, которую нужно учитывать, которую нужно учитывать, которую нужно учитывать, когда мы будем делать это отверстие. Поэтому сейчас я хочу на примере своем показать то, что нужно, всегда осматривать то, что вам предлагает производитель. То есть, всю комплектацию данного смесителя мы должны сначала оценить, увидеть, а потом уже делать отверстие под тот или иной вид сантехнического оборудования. Короче, погнали делать отверстие в данной плитке для этого отверстия. Здесь отверстие у нас под излив, ну, то есть, будет у нас здесь такой вот носик, откуда у нас будет литься водичка. Ну да, где-то там она и будет. Короче, погнали делать отверстие. Итак, вот он наш серийник люкс фирма ГАПА. А вот этот носик, который у нас будет торчать из стены. Такой в виде водопада. А вот, как называется, декоративный экранчик, который должен закрыть вместо входа нашего носика. И смотрите, с обратной стороны есть такая вот уплотнительная резина. Ну, для того, чтобы вода во время эксплуатации не попадала за пределы данного носика. Ну, у этого, у этой резины уплотнительной, смотрите, есть такая вот толщина, которую тоже нужно соблюсти, когда будем монтировать. Просто прижать ее к стене не получится, потому что есть такие вот крепления. Вот эти вот крепления, которые выполнены из твердых материалов, и они не дадут прижаться плотно ретой резине к стене. Поэтому под этот размерчик нам нужно будет вырезать в данном керамограните соответствующее отверстие, чтобы уже потом спокойно, впоследствии, мы могли установить его на стену и уже потом установить данный вид носика. Короче, как это будет происходить, смотрите дальше. Но рекомендую всем всегда осматривать то, что вам приносят, то, что вам предлагает производитель, чтобы потом, как я уже сказал, не попасть в неприятную ситуацию и не пришлось каким-то образом пытаться высверлить данное отверстие уже на месте. Это будет сложнее, чем делаем мы это сейчас. Короче, поехали. Отверстие к керамограните. Керамогранит, конечно, сложная вещь, но куда деваться будем делать. Поехали. Для начала нам нужно его отцентровать. Примерно где-то вот так. Все делать можно на глаз, потому что все равно размер мы будем брать чуть больше. Так, теперь, чтобы спокойно произвести эту работу, можно вот эту уплотнительную резиночку снять. Вот такой вот остается у нас металлический отражатель, а вот эта уплотнительная резина сейчас будет нам быть шаблоном, по которой мы будем рисовать контур, по которому нужно будет, естественно, отрезать наше изделие. Ну вот, вот такая вот штукенция. Вот по этому контуру нам надо сейчас в этой плитке вырезать отверстие. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну что ж, в общем, заморочиться пришлось не слабо. Чтобы высверлили вот такое вот отверстие для этой резинки. И теперь зато у нас наш экран ложится прямо вровень с плиткой. Так, ну вот так это выглядит. Если бы мы этого не сделали, это бы выглядело у нас вот так. Так, согласитесь, не очень красиво, а потом просто нереально было бы это все высверлить. Ну, пришлось бы либо демонтировать, либо очень долго диммером пытаться это все высверлить. Ну вот, если это сделать сразу, то все будет классно. В общем, вот так вот хотел показать, сказать, что всегда нужно смотреть заранее на то, что вы делаете и с чем работаете. Вот видите, смотрите, смотрите, аккуратненько вдоль по всему периметру высверлена красивая каемочка. Ну вот, теперь осталось только приклеить этот керамогранит на стену и продолжать работать дальше. Там у меня еще полно таких отверстий круглых, хорошо, что, а вот не таких вот, не очень-то и приятно. Ладно, погнали клеить дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok